Всем привет и добро пожаловать в Minecraft. Мы продолжаем наше индустриальное выживание и это уже шестая серия. Итак, как вы помните, в прошлой серии мы сделали, точнее доделывали все машинки с Industrial Craft 2 Experimental, которые понадобятся нам в дальнейшем для проработки различных ресурсов. Чем мы должны по плану заняться в этой серии, это построить ферму дерева для того, чтобы добывать много дерева и прижигать его на уголь и таким образом получать много древесного угля, который понадобится нам для того, чтобы питать наши генераторы и вырабатывать собственную энергию. Как и здесь, в этой системе, так и для нашего карьера. Но перед тем, как начать делать ферму, я вижу, что наш карьер закончил копать. Я уже за кадром бегал, смотрел к нему, то есть выкопал до дна, но очень мало ресурсов накопалось, если честно. Только два алмаза, если не ошибаюсь, и там железа очень мало. Тем более, что я уже использовал тоже железо, которое он выкопал. Поэтому нужно, пока мы будем делать ферму, нужно запустить опять в работу наш карьер, чтобы он полегоньку, ну, помаленьку копал дальше, то есть выкопал нам ресурсы. Потому что ресурсов, ну, совсем нет, особенно железа, только 8 слитков осталось. Я себе обещал показать вам небольшую демонтизацию переработки руды в слитке. Я ее сделал, но, ну, как бы, не хватает железа, чтобы сделать, собственно, выталкиватели и вытягиватели, для того, чтобы показать, как она функционирует. Но, как бы, я уже настраивался, так как нужно одна печка, ну, ты себе скрафтил две печки, но одна лишняя. Нужно ставить, заменять эту интерпечь на индукционную печь, и тогда она одна будет справляться со всеми необходимыми задачами. Итак, что нужно, чтобы представить карьер? Как мы помним, нужно взять марки, ну, точнее, метки, как они называются. Нужно взять метки, нужно взять сразу ведро с водой, набрать воду. Еще нужно сразу взять уголь, потому что там уголь закончился. Я возьму два, три, четыре, пять, шесть стаков. Шесть стаков, потому что там я за кадром использовал желез, который я добыл карьер для того, чтобы увеличить количество генераторов. Так, как я говорил в прошлой серии, я сделал еще четыре генератора, теперь здесь уже шесть генераторов, каждый вырабатывает 40 РФ, вместе, вот они вырабатывают 240 РФ, и это ровно половина мощности данного карьера. То есть, он работает теперь на половину мощности и, ну, копает довольно-таки быстро. То есть, как только я поставил, поставил еще четыре генератора, он, ну, за несколько минут уже докопал до бедрока. Я еще даже вижу там алмазы, три блока с алмаза, но я уже не буду за ними спускаться, так как, ну, я увеличу сейчас радиус работы карьера, и он по-любому выкупает эти алмазы. Вот все полезное, что ему удалось добыть. То есть, видим, у меня есть немного меди, урана, совсем мало железа, осталось только пять блоков здесь, четыре здесь, даже ни одного лазурита не добил. Два алмаза, упс, два алмаза добил, но ни одного лазурита. То есть, ну, очень печально, очень мало ресурсов, но все дело в радиусе, то есть, маленький радиус карьера, и, как бы, такой результат. Так, что нужно делать, чтобы предоставить карьер? Я не буду его предоставлять на другое место, только увеличу радиус зоны действия, так, чтобы он не упал нам сейчас в яму. Так, есть карьер у нас, нужно набрать воду. Сейчас объясню, почему, кто не знает, для чего я взял ядро с водой. Итак, раз мы здесь будем ставить карьер, значит, первую метку нужно поставить здесь, и, как мы видим, у меня нету рычага. Так, хорошо, вот я вижу здесь камень, добудем булыжник. Есть. Сделаем себе рычаг в количестве одной штуки. Есть, рычаг готов. Устанавливаем рычаг, и выставляем наши направляющие. Теперь я сделаю карьер в максимальный радиус 64 блока. Вот, что еще? За кадром я уже подготовился к этой серии. Делал там нужные механизмы, которые нужны были, там, немножко поэкспериментировал. Сделал, как мы видим, меч. Я, если честно, еще ни разу не делал этот меч. С мода Enter.io меч. Но в чем суть это? Зачем я его сделал? Я хотел сделать платиновый меч. Очень хороший, потому что у него урон больше, чем в алмазного, и он прочнее, чем алмазный. И уже платиновый меч зачаровать на острота, удача, ну, то есть добыча, точнее, и как бы для чего нужно, это для того, чтобы добывать с эндерменов эндерперлы. Они нам очень нужны, будет много эндерперлов, поэтому нужен зачарованный меч. И все дело в том, что... Так, что я хотел сказать? А, что нету платины у меня, собственно. Да, восстановили первую метку, теперь нужно бежать в другую сторону. Платин нету, алмазов совсем немного, я не хотел использовать эти алмазы, которые остались. Поэтому посмотрел, что еще есть, какие мечи, и меня очень сильно заинтересовал именно этот меч. Почему? Довольно-таки просто могу объяснить. Дело в том, что у него урон почти такой же, как у алмазного, но не в этом суть. То есть, хоть у него урона меньше, но у него есть одна очень хорошая особенность. Если прочесть, здесь написано, что увеличено выпадание черепов и жемчуга края. И, как бы, это, собственно, то, что мне и нужно было. То есть, увеличен в этом меча, как бы, со старта увеличен шанс, что при убийстве эндермена с него тропнется жемчуг и еще эти, как его, черепа. Так, это нам понадобится обязательно. Потом, когда мы будем добывать черепа, скелета и сушителя, нам нужен будет этот меч. Поэтому я сделаю такой меч, сделаю такой меч, его потом, ну, когда сделаю уже стол зачарования, зачарую я такой меч и, ну, будем уже добывать эндерпёрлась с помощью этого меча. Так, как мы видим, то есть, я классно на рычаг, все сделалось, теперь нужно установить карьер. Вот, есть. Отлично. Видим, рамка сформировалась. Область довольно-таки большая. Здесь написано 25 чанков будет с окруженными. Так, это первое, что я сделал. Второе, я, ну, как бы, использовал уже машинки. А, ну, когда сейчас запустим карьер, я уже объясню по дороге. Так, что нам нужно? То есть, я рычаг поставлю где-то здесь. Пусть стоит. И метки я, конечно, потерял. Так, так, так. Ага, закидываем уголь. Я закинул сразу сюда, таким образом, чтобы он равномерно сразу распределился. Есть. То есть, этого останется совсем не намного, работы карьера. Видим, что он довольно-таки быстро, но он долго будет уничтожать все блоки. Сейчас он будет уничтожать деревья, которые попали в его зонодействие. Пока нужно разлить воду. Ну, давайте, даже не знаю, хорошо было бы где-то в углу разлить ее. Давайте посмотрим, что там. Кстати, ночь наступает, нужно поспать. Хорошо, что есть спальный мешок. Очень отлично. Так, бежим туда. Вот, хотел сказать, что я использовался наполняющим механизмом с Industrial Craft Experimental. Такой машинка, которую я сделал в прошлой серии. Для чего она нужна? Для того, чтобы делать консервные банки, наполнять их пищей. Об этом я говорил в прошлой серии. Для чего нужно, зачем заморачиваться на постройке наполняющий механизм? Почему не жрать просто картошку в чистом виде, скажем так? Все дело в том, что, смотрите, сколько у меня сейчас, то есть, голод настолько, да, и осталось только три индикатора. А теперь мы просто нажимаем на концернную банку, и сразу все индикаторы восстанавливаются. То есть, как мы видим, никакого процесса, ну, как игрок кушает не было. Просто моментально нажимает эту кнопку, и он восстанавливает все, ну, до конца голод восстанавливает, и это очень удобно. Причем, консервные банки не пропадают, они как бы выпадают пустые, и потом я просто бегу. Кстати, нам не понадобится вода. Я увидел, что там в конце есть небольшое озеро, и когда карьера будет копать, оно зальет водой все это пространство. Для чего это нужно? Скажу сразу, пока я уже возле карьера. Для чего нужно таким образом делать? Дело в том, что карьер с билдкрафта, он не добывает блоки под лавой. То есть, вот как мы видим, что случилось здесь, почему он докопал до бедрока, а здесь остался обсидиан. Дело в том, что там с краю была лава, так, чтобы не упасть, вот там вот, было лавое озеро. И когда он прокопал, лава оттуда вылилась, и когда там была вода, и она сформировала обсидиан. Вот в чем дело, то есть карьер добывает обсидиан, но он не может копать под лавой. Под водой он копать может, но под лавой нет. И вот когда он докопает до самых интересных ресурсов, типа алмазового, азурита, красной пыли, то там будет лава и озеро обязательно. Лава зальет все пространство, и он перестанет копать. То есть, под лавой он копать не будет. Именно для этого нужно заливать водой всю площадь, и вода будет тушить обсидиан лаву, и будет делать обсидиан, обсидиан уже будет двадцать карьером. То есть именно поэтому там есть маленькое озеро, то есть оттуда вода разведется на всю площадь. Видим, значит он уничтожает сейчас блоки. Я уже хотел бы, чтобы он сформировал рамку, чтобы показать вам, как он быстро копает, но это долго все будет, я не хочу терять на этом время. Так, заберу ресурсы, какие здесь есть. Давайте все просто таким образом забираем. Так, и что еще отсюда? Сможем забрать, забираем. Есть, хорошо. Это уже потом заберем. Возвращаемся на базу. Так, сейчас я все это скину. Так, вот у нас. Так, так, так. Все руды полезные, их нужно будет перерабатывать. Синец, так, так. Так, теперь кристаллы, уголь, кристаллы, кремний, сюда же обсидиан, каравий и красная пыль. Сюда ведро. Кстати, такой меч делается с темной стали. Темная сталь делается с слитка закаленного железа и обсидианой пыли. Делается индукционные плавильни. В прошлой серии я сделал индукционные плавильни здесь и как бы здесь уже изготовил эту темную сталь. С темной стали уже сделают данный меч. Чтобы сделать закаленный слиток закаленного железа или стальной слиток, есть несколько способов, как это сделать. Первый способ я никогда, если честно, не пользовался, это сделал. Вот, кстати, карьер начал копать. Теперь посмотрим. Первый способ это использовать доминную печь с Railcraft'а или с Immersive Engineering. Такой мод есть. Использовать доминную печь. Как видим, копает довольно-таки шустренько. И я напоминаю только половину его мощности сейчас. Если мы добавим еще 6 генераторов, то он будет копать очень быстро. Ну, вся земля сейчас уничтожается, поэтому толку пока нет. Пока они не выкопают от 3 блока, уже полезный хород. Нужно будет ждать. Хорошо. Так вот, доминная печь. В доминной печи можно изготовить стальные слитки. Но этот способ очень-очень долгий. И чтобы построить доминную печь с Railcraft'а или с Immersive Engineering, это много блочные структуры. Надо заморачиваться сильно, скажем так. Есть еще два способа. Есть способ изготовить стальной слиток с помощью мода Industrial Craft'а Experimental. Там также нужно сделать доминную печь. Но она там попроще. То есть, это один блок. Такая машинка. Для ее работы нужно термогенератор. То есть, генератор, который будет поработать тепло. В данном случае мы будем строить такую доминную печь. Потом я объясню ее принцип работы, как она работает. Но в данном случае я таким способом не пользовался. Есть еще один довольно простой способ, как сделать сталь. То есть, стальной слиток и очень быстро. Нам нужно опять-таки индукционное плавильня. Закидывайте сюда. Ну, давайте я даже вам покажу. Вот, закидывайте сюда слиток железа и измельченный уголь. Есть разница. Или вы используете 4 измельченные древесные уголь, 4 штуки и 1 слиток. Вот пошел процесс. Или вы используете 1 слиток и 2 измельченных угля. То есть, не древесных, а 2 обыкновенных. Но намного выгоняя использовать древесные уголь. И таким образом мы получаем слиток заглянного железа. Он аналогичен стальному слитку. Поэтому, ну, как бы, это можно считать одно и то же. И таким образом я сделал себе темную сталь. Я сделал здесь уже меч в крае. И еще у меня оставалось 2 слитка. Сделал ножницы. Они нам тоже понадобятся в ближайшее время. Наполняющим их. Каким образом это работает. То есть, как я уже показывал, закидываем сюда в консервные банки. И как бы он наполняет картофель. Здесь появляется по 6. То есть, одна картошка наполняет 6 консервных банок. Но одна жареная картошка. Печеная, точнее, картофель. Так, что-то мы задержались. Нам нужно делать ферму дерева. Сразу скажу, я буду использовать ферму дерева с мода MindFactory Reload. Как-то так он называется. Ну, также ферму дерева можно делать с помощью различных модов. У меня здесь на сборке стоит мод Forestry. Там также есть неплохая ферма дерева. Но она и близко не стояла возле той фермы, которую можно сделать с мода MindFactory Reload. Потом вы увидите, почему. То есть, даже я так скажу, ни одна ферма, которую я видел, она в сравнении не идет с фермой, которую я буду строить. Ну, той, которой я покажу. Тем более, что эту ферму можно построить в самом начале. Она очень дешевая в своих ресурсах, чтобы ее сделать. Так, что нам нужно? Первое, это нужно нам сделать сеятель. Вот, с мода MindFactory Reloaded. Таким образом он делается. Нужен цветочный горшок, поэтому я уже заготовил, сбегал за кадром, добыл глину в реке. А, вот здесь. Нужно три штуки. Закинем обжечь ее. Пока делается кирпичи, мы изготовим вот такие пластиковые листы. Они делаются из сырого пластика. Сырой пластик делается при обжигании резины. Вот такой плиткой резины или вот такой резины. Также я уже сделал сырой пластик. То есть, переплавим, да? И давайте, на всем и делать не будем. Сделаем вот 20 штук. Я думаю, хватит нам для начала. Потом посмотрим. Вот, нам нужно еще два поршня. Поршни у меня есть. Один штука. Так, хорошо. Берем красную пыль. Берем железо. Дальше нам понадобится булыжник. Древесина. Так, делаем поршень по-быстенькому. Так, сюда дерево, сюда булыжник. Красная пыль и, упс, не то. Железный слиток. Вот, есть еще один поршень. Хорошо, это все сделали. Теперь нужно красный принимающий катушка. Нам нужен один слиток золота. Таким образом, вот, есть красная принимающая катушка. Теперь две медные шестерни. Нужны медные слитки, которых у меня нет. Хорошо. Закидываем сюда медь. Таким образом, как мы видим, она пропала. То есть, только я поставил слиток, она пропала. Вот, как я выписал. Ну, здесь то, что мы сделали в прошлой серии, два. Втягиватель и выталкиватель. Как видите, сейчас он перетрубит медную руду и она пропадет так же. То есть, она сразу сюда скинулась. Потом, когда у нас будет железо, мы сделаем больше таких выталкивателей, втягивателей, будет работать таким образом. Дробитель передробил руду, она скинулась в сундук. Потом с сундука она втягивается в электропечь. Электропечь ее обжигает, то есть, делает слитки и слитки уже возвращается в сундук. То есть, все, что нам нужно, это закинуть в этот сундук, закинуть необработанные руды. Вот, эти руды. А на выходе мы уже будем получать готовые слитки. Вы видите, как это будет работать, когда будет немножко больше железа. Сейчас большие проблемы с ресурсами, так как я в шахту не хожу, а все рассчитываю только на карьер. Для карьера нужно много энергии, то есть, пошла-поехала. Почему я именно очень люблю, люблю индустриальные сборки? Именно индустриальные, потому что индустриальные сборки, они как бы всегда держат вас в тонусе. Как видите, каждая серия. То есть, мы постоянно боремся с какими-то проблемами. То есть, только одну проблему вроде решили, сразу возникает еще одна. Только там у нас нет ресурсов, мы строим карьер. Построили карьер, нет энергии. Построили энергию, нет угля. Сделаем уголь, будет еще проблемы. Я уже даже не знаю, какие проблемы и полегонько готовлюсь, как их решать. То есть, так, давайте сразу закинем медь. пусть она... Вот, есть уже кирпичи. Забираем с кирпичей, делаем цветочный горшок. Отлично. Что нам еще нужно? Это все есть? А, еще нужна рамка. То есть, нам еще нужно олову взять. Олова, кстати, тоже немного. Делаем шестерню. И там нужно будет еще стекло. И, кстати, железа у меня... Черт возьми, железа не хватает. Нужно срочно-срочно делать железо. Так, таким образом. Кинем сюда. Выбираем, скидываем сюда. Выбираем меч. Так. Почему нам не хватит железа? Потому что у нас сюда. Так, рамка есть. Теперь нам нужно сделать две медные шестерни. Так, так, так. Вот. Ага. Можно же... Так, так, так. Вот. Ага. Железо здесь. Хорошо. Закидываемся на железо. Так, еще медь. Сюда же. О, энергия поседает. Ясно. Так, вот. Давайте. Таким образом. Подкинем угля. Угля уже почти что нет. Я вырубал все деревья, которые у меня выросли. Новый я уже не садил. Надеюсь на то, что я уже сделаю ферму дерева, и мне не нужно будет садить и рубать деревья. Итак, делаем две медные шестерни. Так. Отлично. Все. Все есть. Делаем сейдель. Так, сейдель. Это еще не все. Теперь нам нужно сделать комбайн. Вот он, комбайн. Так, здесь нужно инваровый топор. О, это беда. Инваровый слиток 5 штук. А, да. Нехорошо. Значит, нам нужно... Нужно два железа... Переделать на... Так, вот еще железо. Отлично. Сюда. Забираем. Два железа нам нужно переделать на... На пыль. Вот у меня есть никелевая пыль. Вот у меня есть инваровый слиток. Для того, чтобы сделать еще инваровых слитков. Так, так, так. Вот у нас вот есть одна штучка. И нужно еще... Так, вот еще железо. Закидываем. Давай, давай, давай. Есть. Есть две штучки. Делаем быстренько инваровую смесь. Вот она. И нужно ее... Так, закинем. Ну, давай сюда. Нужно получить еще... Еще один. Вот. Отлично. Теперь нужно сделать два инваровых топора. Раз, два. Есть. Так, нужно золотая шестерня, ножницы. Как много железа нужно? Так, железные ножницы нужно сделать. Хорошо. Нужно сделать еще две золотые шестерни. Так, это еще два слитка железа. Есть. И еще одна катушка. Есть. Все. Ага, еще рамка. О, это еще железо. Так, как бы хватило железа мне. Так, оловянная шестерня нужна. Вот. Отлично. И комбайн. Все. Комбайн готов. А теперь еще нужен котел. Перерабатывающий котел. Так, вот он. В принципе, можно обойтись без этого котла. Как мы видим, здесь железные шестерни. Так, я понял. Мы будем обходиться без этого котла. Но нам нужно кактус. А где взять кактус? Так, я бегал сюда, добывал песок. Здесь очень мало песка и кактусов нет. Так, это большая проблема. Ну, в принципе, мне нужен не кактус, а зеленый краситель. Краситель. Вот, вот он. Зеленый краситель можно изготовить... Ну, только из кактусов. Так, хорошо. Зачем мне было зеленое красительство? Для того, чтобы сделать уплотнитель для труб. Сделать пустотную жидкостную трубу. Которая будет удалять жидкостью. Дело в том, что для работы, то есть, когда комбайн будет добывать деревья, он будет вырабатывать еще шлам. То есть, такую жидкость он будет вырабатывать шлам. И вот это, когда этот шлам накопится у него внутри в буфере, то комбайн будет очень неэффективно работать. То есть, он будет очень медленно будет рубить деревья. И от этого шлама нужно избавляться. И как раз есть котел, вот этот котел. Да, он прорабатывает этот шлам. Кстати, на ресурсы, которые, ну, также нужны будут. Ну, давайте посчитаем. Ведро у меня есть. Ага, я цепил. У меня же есть способ из олова получать железо. Вот как-то раз используемся этим способом. Так, вот у меня еще олова есть. Еще есть. Закидываем олова. Имеется, да. Здесь инвар. Так, инвар. Скинем. Скинем. Так, ну, я думаю, мне хватит. Вот ведро. Сколько железа мне нужно? Ведро есть. Сюда нужно 5 железа. И сюда 5. Уже 15. 15 железных сливок. У меня 6. Да. Вот еще. Давай, давай. Так, ну, хорошо. Сделаем нам все. 5, 5. Таким образом. 7 штук. Так, отлично. Ага, можно песок. Песок, песок, песок. Песок у меня где-то здесь. Где-то здесь. Вот песок. Отлично. Быстрее, быстрее. Песок закидываем сюда. Так, вот сюда. И сюда кидаем бедра. Все, пока изготавливается железо. Я не должен приступлю к крафту. Крафт. Так, там нужно нам 2 печки. Вот. 2 печки. Так, это все есть. Есть. Вот. Нужна лавяная шестерня. Для этого нужен больше головы. Очень мало ресурсов есть. Ну, очень прям мало. Все так впритык. Так, хорошо, это есть, это есть. Ага. Вот это нужно. Есть. И теперь 2 шестерни железные. Еще железо нужно. И 2 шестерни. Ага. И еще такая катушка. Вот. Таким образом. И железо. Так, давай. Вот еще 20 штучек. Отлично. Вот это нужно хватить. Так. Делаем еще 2 шестерни. Вот, 2 нас штучек осталось. Все. Дорабаточка твоего есть. Теперь. Что теперь? Что дальше? Дальше, когда мы это все остановим, сразу же возникнет у нас небольшая проблема, связанная с тем, что, связанная с тем, что нужно будет, ну, как бы это все... Ага, еще нужно, я забыла, что нужно сделать. Еще нужно взять золото, нужно взять, сделать 2, обязательно 2 таких улучшения на радиус, на радиус работы этого, как его? Вот этих механизмов, сеятеля и комбайна. Дело в том, что у них есть радиус, свой радиус работы. И если мне сделать улучшение, то радиус работы будет в один блок вокруг, ну, там, сеятеля, скажем так. И это очень маленькая ферма. И с помощью таких улучшений можно увеличивать радиус. Сейчас я буду делать золотое улучшение. Почему? Сейчас покажу. Улучшение. Вот. Есть разные. Начиная с лазурит, он увеличивает радиус на 1. И, как бы, так идем дальше, дальше, дальше. До самой большой, это изумрудные улучшения. Улучшать радиус на 11 блоков. Но, как бы, изумрудные у меня нет вообще. Дальше платина. Платина также нет. Алмаз. Алмазовый, ну, как бы, мне жаль. Алмазовый у меня есть, как раз, вроде, 6 штучек, но я не буду использовать. И следующий кварц. Кварцового у меня также нет. Поэтому остается золото. Золото увеличить радиус на 7 блоков. Потом, если что, можно будет поменять на больше радиус. Это не проблема. И ферма будет просто больше. Но, как бы, я не думаю, что буду делать. Это почему? Потому что, как я уже говорил в самом начале, подобная ферма, там растет очень много дерева. Просто какие-то тысячи блоков дерева. И это все крутит компьютер. Поэтому я не советую делать такую ферму. Именно такую, как я вам показываю. Можно сделать меньше. Поверьте, вам не нужно будет сколько дерева. Она будет вырабатывать просто миллионы дерева. Там буквально за каких-то несколько часов икры. У вас уже будет несколько миллионов блоков дерева. И, как бы, ну, зачем столько дерева. Вот, 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 вот. Что дальше? Нам нужно обязательно еще подумать, чем это все дело подключить. То есть, откуда брать энергию. И откуда брать энергию, это первое. Второе. С помощью чего забирать дерево тут. Как будто его прижигать на уголь. То есть, эти вопросы нужно обязательно решить еще. Да? Так, еще сразу возьмем саженец гивея. Я буду сначала делать ферму гивея. Для чего? Потому что, ну, кроме того, что здесь будет вырабатываться дерево, будет еще вырабатываться резина. Мне нужно много резины. Я не хочу бегать и искать. Я уже там в этом лесочке вырубил все гивеи, которые были. Остались только дубые березы. И, ну, далеко нужно бежать, чтобы нарубить несколько гивеи. Поэтому я сделаю сначала гивеи ферму. А потом поменяю саженцы просто на ели. И дело в том, что они будут расти такие же большие, как, ну, как те, которые я самостоятельно сажал. И, как бы, они, ну, они, ну, очень большие растут. И, ну, помните, как я говорил вам, что с одного такого дерева можно срубить 64 блока. И если большая ферма 11 на 11 блоков, ну, она очень, она кроме, даже там не 11 на 11, потому что там в каждую сторону отсеять или 11 блоков максимальный радиус. Это получается, что у нее радиус 23 блока на 23. Так как половина карьера. И там, ну, столько дерева растет, что просто завалить. Так, мы будем делать на этом уровне, потому что я уже немножко здесь площадочку как бы подготовил. Но сейчас, так, я думаю, что это удовольствие вораненной земли я сделаю за кадром, поэтому вернусь через несколько минут. Так, ну что же, я вернулся, вернул такую небольшую территорию. Нам хватит для начала этого вполне. Потом, как я сказал, уже можно увеличить территорию, да, на которой будет расти дерево. Итак, буду говорить быстро, потому что уже опять затягивается серия. Что нужно, как нужно восстанавливать эту ферму, чтобы все работало корректно, скажем так, да. Так, для начала нам нужно сетель. То есть поверхняя должна быть ровная. Запоминать это важно. Поверхняя должна быть ровная. И вся с блоков земли. Дальше что нам нужно? Нам нужно сделать такую небольшую ямку. И как бы сетель, ты себя много раз видел, как люди ошибаются, стали сетель, а потом смотрят, он не работает, почему не работает. И как бы все это затупит. Запомните. Нужно ставить не на уровне, вот таким образом. Так он работать не будет. Нужно поставить его на блок ниже. То есть вот сюда, да. Ладно, сделаю так, чтобы я смог вылезти. Вот. Вот так вот сетель должен стоять вот здесь. И так он будет сажать саженцы вот на этом уровне. А вот где здесь. То есть, ну я сгажусь, что это немного странно, возможно, да. Но, тем не менее, таким образом он работает. Так, что нужно делать дальше? Нужно подвести к нему, ну, сделать ему доступ обязательно. Почему? Потому что здесь нужно будет подводить к сетелю. Нужно будет подвести энергию. Это первое. И второе, эти, как мне, саженцы. Нужно подводить саженцы. Я вам покажу сразу, как автоматизировать это все дело. Ну, чтобы не делать вручную. То есть не закидывать саженцы, не закидывать энергию туда, каким-то макаром подводить. То есть есть очень простые способы автоматизации этого своего дела. Да, и покажу вам, что нужно сделать, и как. Что? Как самый простой способ, чтобы это сделать. Так. Куда я это копаю? Черт возьми. Я думаю, уже... Так. Где я? Нужно посмотреть, что там я копаю. Ага. Здесь. Вот еще проблема в чем? Что, как бы, нету ресурсов совсем. И не с чего сделать трубы, которыми подводить туда энергию. Так, я думаю, я сделаю все вот где-то здесь внизу. Сделаю небольшую. Так, ну, нужно посчитать еще один. Сразу закинусь на улучшение. Кстати, вот место для улучшения. Что здесь по интерфейсу, что нужно, чтобы оно работало, все. Я думаю, разберетесь в этом. Если нет, ну, будете смотреть, как делаю я. Так же само. Все настроить, и все будет у вас работать. Эти все штуки, как бы, я знаю, для чего это все, но времени нет для того, чтобы объяснять. Итак, сюда кладем улучшение. Стоп, скинул машинку. Нужно рассчитать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И здесь нужно ставить. Почему восемь? Потому что улучшение на семь. Еще у него есть свой один. Вот таким образом нужно ставить комбайн обязательно, чтобы эта штука была сюда, повернута до сеть. А здесь была такая точечка. Его ставим на той же линии, где стоят все эти. Это важно. И в него также кладем вот это улучшение. Здесь ничего не трогаем. Вот. Все. Теперь, что нам нужно? Нам нужно подсоединить сюда трубы к комбайну. Нужно подсоединить две трубы, чтобы забирать шлам. И первая труба, и вторая, чтобы забирать собственно уже древесину, да? То есть, которая будет вырабатываться, ну, которая будет расти, он будет срубать древесину. Так, ну, 30... Уже серия 30 с лишним минут. Я думаю, мы скрафтили уже основные механизмы. Кстати, карьер не работает. Ага, я знаю, почему угля нету. Вот, он даже не докопал здесь до угля. Слишком большой радиус. Видите, проблема на проблеме. То есть, столкнулись с тем, что и ферму мы не достроили, и ферма не достроена, и уже не работает карьер. Я знаю, в следующей серии мы займемся тем, чтобы мы запускать все это производство, производство угля, чтобы наш карьер работал. Заберем отсюда два генератора. Для такой фермы достаточно будет для начала два генератора. И запустим ферму, потом, когда она уже начнет вырабатывать нам уголь, запустим этот карьер. Он будет добывать нам ресурсы полезные, и уже с них сможем крафтить. Кстати, он накопал различных блоков дерева. То есть, он там добывал древесину, как видите, да? Вот, это все беспонтовая фигня. Ну, ладно, то есть, что мы сделали в этой серии? Перенесли карьер, увеличили, то есть, я не перенесли, увеличили его радиус добычи карьера, и сделали основные машинки, то есть, все машинки, которые понадобятся нам для фермы дерева с модом MindFactory Rwodded. Повторюсь, как я уже говорил в начале, это, на мой взгляд, самая эффективная ферма по добыче дерева. Если кто-то не согласен, или у вас есть какие-то другие примеры, напишите свои, ну, как бы, в комментариях, напишите, что вы думаете об такой ферме, строили ли вы уже ее, или, может, знаете, как лучше, быстрее добывать больше дерева. Но, для начала, давайте мы сначала запустим такой фермы, посмотрите, сколько дерево она может добывать, но на своем максимуме, да? То есть, поэтому, как бы, вы понимаете, что сейчас она не будет работать на максимуме, во-первых, потому что у него радиус 37 блоков, не 11, как нужно, и, во-вторых, что нету столько энергии, то есть, этот комбайн будет потреблять немало энергии для того, чтобы быстро срубать деревья. То есть, чем больше энергии, мы ему подъем, тем быстрее он копает, рубит деревья. И вот такая штука. То есть, сейчас у нас нету много энергии, и он будет довольно-таки медленно рубить деревья, но все же вы увидите, что это очень быстро. А когда энергии будет больше, мы запустим эту ферму на максимуме, посмотрите, сколько дерево она добывает. То есть, настолько много, что я говорю, что даже сборка начинает лагать, начинает лагать компьютер. И когда я разворачиваю такие фермы, то даже мой компьютер проседает FPS на мой компьютер. Поэтому, ну, на этом у меня все. Я за кадрами подготовлю для следующей серии все необходимые, скажем так, не механизмы, а трубы, для того, чтобы подсоединить уже ферму и запустить ее в генераторы, там трубы, чтобы ее запустить. И в следующей серии нам уже нужно начинать думать, как делать ферму овец. То есть, нужно добывать шерсти. Шерсти нужно очень много, просто совершенно много шерсти. Поэтому еще в будущем я вам покажу автоматическую ферму по добыче шерсти разного цвета. И, то есть, это очень офигенная ферма. Посмотрите потом. Нам нужно делать уже понемножку шерсть стричь, поэтому я сделал себе ножницы. Ну, это такое. То есть, спасибо всем, что смотрели. Оставляйте ваши комментарии, ваши предложения. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующих сериях. Всем пока!